Привет друзья, ставим лайки и поехали. Ежедневные процедуры, походы к косметологу и в магазин за новой порцией косметики. Женщинам иногда так трудно все успеть. Но есть привычки, которыми точно не стоит пренебрегать. Всего 9 неверных слабостей в уходе за собой и можно добавить своей внешности десяток лишних лет. Плохой сон, мало сна и постоянная усталость, плохие спутники красоты и молодости. Если ложиться поздно ночью, а утром вставать ни свет ни заря, весь организм не будет успевать как следует восстановиться и обновить клетки. Недостаток сна влияет на количество энергии, работу мозга и даже на продолжительность жизни, а на состояние кожи тем более. Вместе с плохим отдыхом прилагаются опухшие глаза, черные круги под ними, ранние морщины и желтоватый оттенок лица. Недостаточное увлажнение. Пользоваться увлажняющим кремом, спреем или сывороткой для лица нужно ежедневно, даже если кажется, что кожа и так гладкая и мягкая. Лишняя порция влаги ей никогда не помешает. Без увлажнения кожа становится не только не такой приятной на ощупь, но и обретает другие проблемы. Зуд, шелушение, высыпание, ранние морщины, раздражение и повреждения от ветра и солнца. Сон с макияжем. С кем не бывало, что усталость одолевала настолько, что смыть макияж просто сил не хватало. Если такое случается крайне редко, то ничего страшного не произойдет, однако если сон с макияжем войдет в привычку, неприятные последствия не заставят себя ждать. Забитые поры, воспаление и высыпание, бактериальные инфекции и ускорение старения кожи. Кожа вокруг глаз особенно тонкая и чувствительная, поэтому все сколько-нибудь активные действия могут нанести ей вред. Не стоит увлекаться и сильно натирать глаза, когда хочется спать, плакать или просто почесать ресницы. Частое или интенсивное потирание может привести к плачевным последствиям, синякам под глазами, инфекционному воспалению или преждевременным морщинам. Чем раньше избавитесь от этой привычки, тем лучше. Частая укладка волос. С возрастом свои качества быстрой регенерации теряет не только кожа, но и волосы. Постоянные травмирующие процедуры наносят им вред и делают внешний вид не таким, как в молодости. Частые окрашивания, осветления, различные химические воздействия и укладки – большой стресс для волос. Поврежденную структуру уже не восстановишь ни масками, ни дорогими шампунями. Нужно только ждать, пока отрастут новые здоровые волосы. Пренебрежение SPF-защитой. Крем с SPF-защитой нужен не только для того, чтобы не получить ожоги и покраснения. Он помогает коже удерживать влагу и не пересыхать под действием вредных ультрафиолетовых лучей. Защитой SPF нужно пользоваться не только летами на пляже, но и осенью и зимой. Защитный крем поможет предотвратить такие неприятные проблемы, как лопнувшие кровеносные сосуды, пятна от солнца, рубцы и даже рак кожи. Борьба с прыщами. Коже это точно не принесет пользы, в лучшем случае будет травмирован только верхний слой эпидермиса, а в худшем можно ожидать пигментных пятен, образование шрама или еще большего усугубления воспалительного процесса. Загар. Красивый загар – мечта многих девушек. Он делает внешность необычной, однако на кожу влияет кардинально обратным образом. Ультрафиолетовые лучи вызывают преждевременное старение кожи, ухудшение ее эластичности и увлажненности, а также значительно повышают риск развития рака. Ежедневное мытье головы. Особенно летом волосы очень быстро грязнятся. Даже может показаться, что их нужно мыть каждый день, однако дерматологи убеждают, что это вредно для кожи головы. Она будет пересушена, что в результате приведет к еще большему выделению кожного жира. Слишком частое мытье головы приносит больше вреда, чем пользы, чтобы волосы были крепкими и здоровыми. Их нужно мыть не чаще, чем через день. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.